Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. Речь пойдет сегодня о полезных одуванчиках. Одуванчик очень полезное растение и очень много в нем витаминов. Лечит множество болезней, улучшает аппетит, оказывает отличное влияние на пищевую систему, улучшает работу печени, желудка, снимает запоры, помогает от вздутия живота, улучшает состояние крови, почек, очищает печень. Лечебными свойствами обладает все части одуванчика, корни, листья и цветы. Одуванчик у нас под ногами, и мы с ним боремся, как сорняк. Так давайте мы его заготовим на зиму. Весной собирают цветы, летом собирают листья, а по осени собирают корни. Одуванчик помогает сбросить лишний вес, очистить печень, растворить камни в почках, чистит кровь и кожу. Лечит анемию, снижает высокое давление и уровень холестерина в крови. Очень полезен для желудочно-кишечного тракта. Помогает справиться с бессонницей, мочегонное, желчегонное средство. Также одуванчик хорош и при малокровии. Область применения одуванчика огромная. Это сахарный диабет, гастрит, суставы. Кому же нельзя пить одуванчик? У кого повышенная кислотность? И у кого аллергии на пыльцу? На цветки. Видео носит ознакомительный характер. Проконсультируйтесь с врачом. Как приготовить растерку? Отлично помогает при болях в суставах. Остеохондроз, артрит. Нам нужны цветки. Цветки мы не моем. Заполняем полбанки. Дальше заливаем или водкой, или с вагоном, или спиртом. Если вы заливаете водкой с вагоной, то вы можете использовать и внутренне. Если вы заливаете спиртом, то только наружне. И использовать чисто как растерку. Закрываем плотно крышкой. Желательно поставить в темный мешочек. Оставляем от недели до месяца настаиваться. Желательно каждый день, хотя бы раз в несколько дней, встряхнуть банку. Растираем больные места. Желательно что-то теплое одеть и лечь спать. Если вы растираете больные места днем, то желательно часа 2-3 после растирки не выходить из дома. Уже через пару недель вы почувствуете облегчение. А теперь готовим напиток из одванчиков, который несет большую силу нашему организму. Собрала цветы, и в течение часа они уже начали у меня тухнуть. Они стали закрываться. При возможности как нарвете, так сразу заваривайте чай. Рецептов по завариванию чая много. И каждый чай под свою болячку. Я беру 7 цветов, завариваю 200 мл кипятка, даю постоять минут 20 при закрытой крышке. Конечно, лучше заваривать в термосе. Напиток получается не горький, без выраженного вкуса. Для пользы и сладости можно добавить ложечку меда. В сезон пьем такой чай каждый день за полчаса до еды, по полстакана. Теперь рецепт для печени и почек. Возьмем свежие листья, промоем, мелко нарежем. 2 чайных ложки, заварим 200 мл воды. Дадим постоять 20 минут. Процедить. Пить в теплом виде 3-4 раза в день по 1 третьей стакана за 30 минут до еды. Курс от месяца до 3. Как же пить корни? Возьмем корни сухие, смолим в кофемолке. Возьмем 2 чайных ложки, зальем стаканом кипятка 200 г и пьем как чай. Или берем 1 чайную ложку порошка корней натощах, запивая водой. Еще один рецепт чая. Возьмем 10-12 цветов, зальем 200 мл кипятка, дадим постоять 20 минут. Принимаем 3 раза в день за полчаса до еды по половинке стакана. Если вы используете сухие цветы, 2 чайных ложки на стакан кипятка дать постоять минут 20. Также пьем за полчаса до еды несколько раз в день. Спиртовая настойка. Пьем по 1 столовой ложке 1-2 раза в день за 30 минут до еды. Курс 2 недели, отдых месяц. Потом повторяем. Для проблемной кожи мы просто завариваем чай из-за дуванчика и протираем проблемные места. Также можно заварить цветы и листья дуванчика и споласкивать голову. Я вам рассказала всего несколько рецептов из-за дуванчика. Но вы должны понимать, что каждая болезнь лечится по-своему. Употребляя дуванчики в пище, как свежими в салатах, так и напитки. Мы помогаем нашему организму справиться с нашими болезнями и не даем допустить появлению новым болезней. Это наш лекарь. Пока лето, пейте чай. Заготавливайте. На этом все. С вами была Валентина. Вы пишите комментарии, пишите свои рецепты. Будем с вами готовить. Заходите в гости на канал. Напишите, пожалуйста, в комментариях о проверенных рецептах. Помогает ли растирка? Добавляете ли вы одуванчик в салат? На этом все. Пока-пока.